В большой и дружной семье Нарваткиных шестеро девочек и четверо мальчиков. Яна, Святослав, Володя, Ева, Петр, Павел, Василиса, Майя, Милана и Аня. Пока их считает только мама, скоро пересчитают и переписчики. Участие в Всероссийской переписе населения в этой семье считают обязательным и очень важным. Если мы обратимся к Библии, к книге книг, то там записана такая история, что Иисус Христос был рожден именно тогда, когда Иосифа Мария, как законопослушные граждане своего общества, государства, пришли на перепись населения в городе Ирлея. По словам Натальи Нарваткина, она и сама выросла в многодетной семье, вспоминая, что во времена ее детства не было целевых социальных программ. Сейчас же комплекс поддержки. Например, трехкомнатную квартиру семья приобрела на субсидию от государства. Финансирование всей социальной сферы в России напрямую зависит от результата в переписи, объясняя статистики. Оно как раз и производится на основе нормативов в расчете на каждого человека. Итогом предыдущей переписи населения стала разработка и реализация нацпроектов образования, здравоохранения и развития АПК. От того, сколько людей живет в том или ином регионе, районе, городе, селе, зависит объем средств, выделяемых из бюджета на строительство и содержание детских садов, школ, поликлиник, больниц. В республике уже сделаны подготовительные работы, активно идет подбор временных переписных кадров. Для этого будет привлечено свыше трех с половиной тысяч человек. Перепись – это коллективный портрет страны и он начинается с каждого ее гражданина. Юлия Лемкина, Андрей Просвиркин, Вести Мордовия.